Майк, искатель пельменей, это было в те далекие времена, когда снег еще не таял и всюду лежал белый-белый. Майк тогда еще совсем не умел готовить, поэтому ходил голодным. Стал Майк искать место, где можно было бы получить пельмени. Ходил-ходил по улицам и наконец увидел большой дом с вывеской, кафе, пельмени. Принимаем заказы на изготовление. Майк даже рот от удивления открыл. Зашел Майк в кафе и говорит своему коту, есть ли у тебя деньги на пельмени? Нет, отвечает кот. Тогда Майк достал из кармана последнюю монетку и положил ее на прилавок. Из-за печки появляется резак. Он дает Майку бесплатно две пельмешки и говорит, возьми, Майк эти пельмени. Они тебе очень помогут. Майк взял и пошел дальше. Бродит по улице и смотрит, все прохожие в майках ходят. И ему тоже захотелось надеть такую майку. Но где ее взять? Вдруг видит Майк киоск, а в нем продавец сидит и цветные майки продает. Майк видит на витрине крутой майку, а денег нет эту майку и пошел дальше. Шел он шел, никого не обгонял и вдруг видит, впереди автобус едет. В автобусе все пассажиры в майках сидят. А Майк один без майки ходит. Вспоминает он про киоск, в котором продают майки и грустит. В это время автобус уже уехал. Вдруг Майк заметил недалеко киоск с мороженым. Майк за последнюю монету купил мороженое, со вкусом пельменей. Съел и сразу почувствовал, мороженое-то со вкусом пельменей. Тут Майк понял, что неподалеку от киоска была пельменная палатка. Он зашел в палатку и спросил, у вас есть пельмени. Продавец достал из холодильника коробку с пельменями и положил ее перед Майком. Оказывается, эти пельмени продавал голубь. И он просто так их ему не отдаст. Тогда Майк пошел к директору школы и рассказал ему все, что с ним случилось. Директором школы работал лишний. Он очень любил пельмени и поэтому согласился помочь Майку. Для начала он он познакомил Майка с его учеником, Леоном. А сам остался сторожить школу. Мак ничего не понял и спросил подробнее у Леона. Леон объяснил ему, про лишнего и чем он занимается. Майк обрадовался, наконец-то он нашел настоящего друга. Они с Леоном целый день играли в футбол. Потом пошли за дровами и готовили ужин у Лео. Леон спросил. Майк, что будем готовить? Конечно же пельмени. Майк, Майк. Согласился и пошел на улицу. Леон готовил. Майк гулял по улице, но вдруг чует резкий запах. Горит. Откуда-то появились клубы дыма и огня. Пожар? Подумал Майк. Он бросился к дому, который стоял неподалеку от магазина. Этот дом оказался именно тем домом. В окнах его полыхал огонь. Леон быстро выбежал из дому, Майк звонил в пожарную, и приехала пожарная. Огонь потушили, но дом сгорел дотла. Теперь и Леон остался без дома. Зато у Майка появился новый друг, пожарный крот. Майк попрощался с кротом, и они с Леоном пошли искать место для жилья. Долго бродили по городу, но вдруг увидели, по дороге идут и весело смеются два маленьких мальчика. Эти два мальчика были Банан и Пепидастр.